Всем привет, друзья! С вами был Ази, и вы смотрите обзор карт подписчиков, часть номер 36. Для тех, кто ни разу не видел обзор карт подписчиков и вообще впервые видит данную рубрику, поясняю. Любой желающий в группе ВКонтакте, ссылочка есть в описании к данному видео, вы специальный альбом можете залить в свою карту, которую вы сами придумали, сами нарисовали. И когда я до нее дойду, оценю у нее обилку, играбельность, неиграбельность, возможно, новую механику, если вы ее придумаете. И на основании всего этого дам свою субъективную оценку. Итак, да, тут пару неделек не было обзоров, потому что я уезжал в отпуск, ребята. Теперь, надеюсь, они будут выходить нормально. Я, по крайней мере, постараюсь. Итак, мы остановились на карте 1960 в прошлый раз. Потому что я сказал, что эту карту мы никак не оценим, потому что... Автор написал судьбы, а судьбы... Сами судьбы не указал, что за судьба. То есть я не знал, как оценивать. Нет вспомогательных карт для этой карты. Пойдем дальше. Пойдем дальше. А, одну карту удалили, да? Да, одну карту удалили. Так, хорошо. Поехали. Так, все работает, все работает, звук работает. Вроде все хорошо. Шаман оборотень. 5 маны, 4, 6. Шамановская карта, как ни странно, да? Боевой клич призывает двух духов волка, 2, 3, с способностью провокация, перегрузка, 2. Воу, воу, воу. То есть понятно, да, как это сделано? То есть все мы знаем, волков 2, 3, 2 штука с провокацией, да? И если я не ошибаюсь, у самих волков и так перегрузка 2 маны есть. И сами волки, если не ошибаюсь, стоят 3 маны. Теперь смотрим. Вычитаем стоимость волков отсюда. Волки, полная копия получается волков. Только за, получается, 5 маны минус стоимость волков, которые стоят 3, остается 2 маны. И за 2 маны мы получаем тушку 4, 6. Собственно, автор сделал очень сильную карту. Такая вот, что-то типа легендарки еще может быть. Но вот именно как... Такая была бы хорошая темповая легендарка. Но как эпик, это слишком, слишком жирно. Нет, нет, такое нельзя. То есть, да, это сильно, но чересчур сильно. У него хотя бы должны быть минимальные статы, типа там, хотя бы там 2, 3, что-нибудь такое. А так, это очень сильная оценка. Оценочка 3, наверное, из 10, потому что чересчур сильно. Сильные карты тоже оцениваться высоко не будут. Нужны балансные. Крик вождя оборона. Так, интересно. Дает 2, 2, 3 случайных существов, сцовет провокация. Стоит 0 маны, если у вас меньше 10 жизни или больше, чем 25 брони. Смотреть дальше не самостоятельная карта. Ага, понял. Давайте пока мы ее оставим. Автор указал, что это карта не самостоятельная, поэтому пока мы к ней попозже вернемся. Хорошо? Пустамант. Аран Сор. Я так полагаю, это тоже не из истории, не из вселенной Варкрафта, да? 6 маны, 4, 5, чернокнижник и легендарка. Боевый клич, предсмертный хрип, вы кладете в руку круговерти пустоты. Ааа, то есть, короче, мы получаем еще 2 ремовала себе на халяву, да? Ну, в принципе, хорошая карта, потому что круговерти не играет только потому, что она очень тяжела, и впихнуть ее в кладу за место чего-то либо не имеется возможно. Потому что, да, я знаю, что в Рено влазит эта штучка круговерти, но играли бы на самом деле и двумя бы, не будет она такая тяжелая. Она просто очень тяжелая, придут тебе 2 штуки в старте, и что ты будешь делать? Тут хорошее темповое существо, опять же, легендарка будет, эпик оценил бы я ее ниже. На самом деле, даже одной круговерти хватит с этого парня. Я дам оценку ему 7, дам оценку 7. Потому что, мне кажется, вот одна, если была бы одна круговерти, возможно, даже получила бы оценку 8. Просто 2, мне кажется, немножко сильновато. А вот одна хорошая, хорошая темпа легендарка, плюс масс ремовл. Найс карта, оценка 7. Уверена, это ВРД. Глодиатор смерти. 6-мон и 4-7, каждый раз, когда это существо уничтожает другое существо, предсмертный хрип не срабатывает. Ага. Так, эта тушка, то есть, у нас кушает предсмертные хрипы. Кстати, прикольная идея. Мне сама идея нравится. Грубо говоря, он чисто на предсмертные хрипы накладывает Сайленс при атаке. Довольно забавно. А что прямо сейчас такого из жирного играется с предсмертных хрипов? Сильвана, Кэрн, гимномики на добор, тени приста, торговцы и роги. Ну, на самом деле, их не очень много, не очень много, но, в принципе, у него за подобный эффект не такой уж сильный штраф. То есть, у него штраф от идеальных статов, это примерно, ну, то есть, 2 стата. То есть, Огр 6-7 за 6. Мы все его любим, да, на ренке. Ну, Лады, конечно, понимает, что не играет, да. Тут штраф 2 стата, 2 стата атаки, но при этом Сайленс при убийстве существ. Ну, не факт, что он заиграл бы. Не факт, что бы заиграл. Но, по-моему, если бы его точно. Да, карта сама по себе не сильная, но мне очень нравится механика. Поэтому этой карте за ее чисто механику я поставлю 8. Мне очень нравится эта механика. Идея механики. Потому что сейчас придумать что-то новое, но очень тяжело. Так, дальше. Горзуал, знаменосец Орды. Все ваши существа. Так, стоп. Вы раскапываете крик вождя, иступление все ваши другие существа. А, все ваши существа. То есть, как бы, автор указал ниже, что и это существо тоже получают на поле боя атаку плюс 2. А, получается, да. То есть, дальше нет. А, нет, крик вождя. Крик вождя, крик вождя, крик вождя. А, то есть, вот там был первый крик вождя, это остальные крики вождя, да. Так, ну давайте это все вместе, да. То есть, ту карту мы не можем оценить, а ее отдельно, да. Так, давайте напомним. Эта карта получает, дает 2-3 существам провокацию, да. Больше ничего не делает. Тут, получается, он дает нам на выбор 1 из 3, из 3 криков. При этом, когда стоит на поле боя, он становится 6, грубо говоря, 1 распаковаться им 6-7. Ну, чуть послабее Огра, но при этом всех остальных бафает плюс 2 к атаке. Not bad. Очень not bad. Мне кажется, я оценка низкую получу, потому что само иступление довольно уже сильно. Посмотрим, что дают остальные, конечно, крики. Ваш герой получает плюс 7. Плюс 7 чего? А, поправился. Плюс 2 брони, раскапывается, затем экипирует это оружие, в том числе и свидетель, как у Тириона. Воу. Так, то есть, автор поправился, он, конечно, плюс 7, он сразу понял, что это жирный поправил на плюс 2 в комментариях, сразу же написано плюс 2. И при этом раскапывает, я так понял, и сразу экипирует это оружие. То есть, это как бы половинка Малкорока, только без тушки, да. За 3 маны одень случайную пушку. Ну, опять же, не случайную, да, то есть... Малкорока одевает рандом совсем, да, и не всегда мы рады видеть у себя клинок 2-3. А тут мы раскапываем, то есть, нам предлагают 3 пушки на выбор. Практически всегда будет что-нибудь жирное, что круче, чем эта карта. То есть, 3 маны это что? 3 маны это пушка, грубо говоря, 3-2, да, какая-нибудь шамановская, или 2-3. Типа того, да. А тут, получается, мы за эту ману, мы ее получаем и экипируем сразу же. То есть, это может быть испепитель Тиреона, как сказал автор. Это может быть 7-1 пушка, это может быть 2-8 молоток. Да, короче, куча вариантов. За 3 маны есть куча пушек, но наверняка одна из трех предложится нам, которая круче, чем... Ну, дороже, чем 3 маны. Так что мы на халяву еще пушку себе раскопаем, армор стакнем, еще и... Короче, пушку получим лучше, чем надо. Последнее. Все существа, которые не атаковали на ходу, получается, получают плюс-2, плюс-1 и не могут атаковать до конца хода. Короче, всем существам ты сейчас не бьешь ими, но при этом получаешь плюс-2, плюс-1. На самом деле, это очень слабое, по сравнению с предыдущими, это очень слабое. Так, собственно, вот только вот из этой карты очень сильно, то есть, получается, вот эта, получается, карта дать 2-3 стенку довольно слабо, да. Ниже 10 хп у тебя большие проблемы, тебе это не сильно поможет уже. А, в принципе, если выше, чем 25 брони, то парочки лишних существ дать стенку, да, это вот как бы тоже такая бесполезненькая вещь, да. Подготовка, на самом деле, тоже очень много пропускает дэмэджа, чтобы ты как-то пробавил своих существ, тоже не очень интересно. А вот это, с рандом пушкой, это жесть какая-то. И опять же, не забываем, да, что все это только побочные карты, которые вылазят вот отсюда. Очень много времени трачу на эту карту, но ничего страшного. То есть, вы раскапываете крик вождя, то есть, скорее всего, вы раскапываете вот эту штуку, потому что остальные все карты не очень, ну, в очень редких случаях чаще всего будут эту брать. Он сам стоит 3, то есть, на 10-й ход мы ставим парня 4-8, которого, если мы коцаем, все существа бафаются плюс 2 к атаке, то есть, это, в принципе, его комбинируя на 8-й ход, можем ставить его, давать вихрь, и у нас всем на столе плюс 2 к атаке будет. Или, просто, дайте мне, вот тут у нее ярость тоже, тоже сработает. Баф не всех своих сейчас называется. Орёв, на постоянку. И потом еще мы одеваем шикарную пушку. Так, собственно, карта, опять же, имба, очень имба, но автор проделал такую работу, я карте дам 8 за идею. Автор сделал колоссальную работу, придумывав все эти карты, все эти вспомогательные карты, но сама по себе карта чересчур сильная. То есть, вот, вот этот крик, если поменять, возможно, карта была, ну, ты тут, допустим, плюс 1, да. Вот этот крик, например, как-то ослабить, например, либо вот тут не 3 маны, например, там, а 6 маны, например, сделать. То есть, вот что-то типа того. Да, это будет очень дорогая комба, но тогда она будет хотя бы балансна немножко. А то за 3 маны, если мы одеваем какой-нибудь испепелитель или молоток, или 7-1 топор, ну, в общем, очень жирно. Я думаю, мысль понятна, да? Оценка 8 за идею, но слишком мимовая. Точка. Некромант, мудрец, лумчот. Это тоже из Варкрафта, ребят? Ладно. Обучает вас 3-м рангом в школу некромантия. Этот клич может срабатывать только один раз. Обучает, то есть, кладет в руку один раз для одного героя, не срабатывая дважды... А, не работает с Бравом, короче. Ага. Так, стоп. 7 маны, 4-3. Осталось понять, что такое некромантия. Не, ну вообще я знаю, что такое некромантия, я не дурачок, но как это работает в Харстовне, давайте узнавать. А, вот некромантия первый ранг. Призывает на вашу сторону 3-х липогномов, если в течение этого хода умерло больше 4-х существ. Призывает на вашу сторону поганище. За каждые 3-х умерло больше 4-х существ на этом ходу. Может быть только после первого ранга. Так. Призывает на вашу сторону Таддиуса, если в течение этой игры умер Фойгин и Сталаг. Или Сталаг. Если в течение игры умер Таддиус, призывает на вашу сторону Фойгина и Сталага. Воу, слушай. Опять же, идея-то хорошая, но за эту идею я уже в столько оценку не поставлю, потому что, смотри. Обучай, значит, кладет в руку. Давай посчитаем все вместе комбу. Ну, так, примерно комбу. 7 маны. Плюс 6. 13 маны. Плюс 7. 20 маны. 30 маны. Что мы получаем за 30 маны? 4-3 на столе. 3 липогнома на столе. Поганище, ну, может быть, 2, ну, может быть, 3, ну, скорее всего, 2 максимум. Ну, то есть, 4-3, 3 липогнома, Поганище и, грубо говоря, Таддиуса. 30 маны. 3 десятых хода. Это очень-очень-очень дорогая комба, и она не делает никакого value. То есть, допустим, если вот мы разыгрываем Элизу, мы сначала разыгрываем Элизу, потом мы разыгрываем карту, потом мы разыгрываем обезьяну. Понятно, да? Что, как бы, тоже комба киберспорт в кубе, но при этом мы и получаем эффект, извини меня, превратить все карты в легендарки. Тут мы призываем, в принципе, ну, да, чего-то мы призываем. Опять же, вот мы там используем это, если там то произошло, да, это, если то произошло, а это, если то произошло. И опять же, мы не можем это использовать, пока не использовали это, а это, пока не использовали это. Короче, киберспорт даже не в кубе, а фиг пойми в каком-то кубе прогрессии. И дает это все вместе, ну, не так уж сильно. Так что... Очень дорогая комба, вот что я хочу сказать, то есть, будь там, например, там, вот это, например, там, дешевеет от каждого четырех существ, умерших, там, в этом ходу, да, ой, в этой игре. Это, допустим, тоже, там, тоже, там, допустим, призывает, там, двух поганий дешевеет тоже от смерти, там, в течение этого матча, например. Что-нибудь такое, то есть, некроматия должна быть связана на количество смертей сейчас, и при этом должна удешевляться, а не так, что ты за 6, за 7, за 8, за 10, все это дело играешь. Это, конечно, очень дорого. Автор, конечно, молодец, но даже с подобной идеей я поставлю, наверное, не выше пятерочки. Пардон, конечно, много работы, но карта, откровенно, слабая, очень слабая. Идем дальше. Четыре маны 2-2, каждый раз, когда атакуют ваш зверя, носят два урона атакованному персонажу. Автор сам думал, что он сделал для ханта. Ладно. Так, то есть, каждый раз, когда бьет какой-то либо зверь, она стреляет на 2 в лицо. Давайте подумаем, много ли у друида бьет зверей нынче? Ну, друиды на зверях мы так такового не видим вообще. То есть, если кто-то где-то еще использует, ну, это может быть какие-то ящеры 3-2, которые с предсмертным хрипом. Первый дроп это 5-4 коровки, которые твою обилку бафают. Наверняка я парочку зверей еще забыл, но ключевой пока в концепции, как друид на зверях, мы пока сильно не видим. В него бы она, может быть, и вписалась. Вот, знаете, какой должен быть новый фейс-друид на зверях. Иначе эта карта, ну, такая себе посредственная. То есть, стол нам не помогает контролить никак. Стреляла бы она по рандомному существу? Нет, тогда было бы нагло. Ну, хорошо, ладно. Стоп, подожди. А, я неправильно прочитал, я неправильно прочитал, пардон. Я думал, что она бьет, я думал, что она бьет лицо персонажа. Она атакует того, кого атаковал зверь наш. Хм. Ну, это, конечно, хорошо, но, как сказать-то, у нас нету кучи мелочей, которые могли бы сейчас биться. У нас нет кучи маленьких зверей. Да, вот, допустим, было бы клахнут. Пустил собак, и собаки бьют, и нас стреляют по каждому, по кому ударили собаки. Была бы хорошая комбаб под зачистку на седьмой ход. А так, получается... Ну, у друида нет кучи мелочных зверей, чтобы она как-то себя хорошо показала. Ну, возможно, мы потестили, поиграли, но я не думаю, что закрепилась бы. Ну, такая карта. Хорошенькая. На шестерочку смелую. Идем дальше. Бау, же, тут прям такая целая надпись снизу идет. Сейчас чувствую, что придется мне ее читать. Имеется в виду еще под картой. 9 маны, 7, 5. Рывок. Окей. Каждый раз, когда срабатывает предсмертный хрип, наносит 1-2 урона всем остальным персонажам. Демоны не могут умереть от этого... Не могут умереть от этого урона. Еще раз. 9 маны, 7, 5. Пока стоит на столе, когда срабатывает предсмертный хрип, дает АОЕ по столу на 1-2 урона. При этом демоны могут покоться, но не могут умереть. Написано, что не могут умереть. Но демоны получают. Так. Хорошо. Если есть барон Ливендера, то это существо с хрипом, который умирает, то эта способность тоже срабатывает дважды, так как хрип сработал дважды, если на этом существе... На одном существе... Боже. Я понял смысл, но... По-моему, очень сложно. То есть, я уже объяснил, да? То есть, каждый раз, когда срабатывает Дездратл, она уезжает по столу на 1-2. При этом демонов она бьет, но не добивает. По-моему, да, какая-то немножко ерунда. То есть, да, 9 маны, мы идем в атаку на 7 сразу с рывком. Это, конечно, классно. В скобочках нет. То есть, если мы его сразу размениваем, он никак не работает. Если мы его ставим и чем-то меняемся... Много ли предсмертных хрипов нынче вообще у Зулока? О, ну да, так вот. Кики есть. Кристианин 1-1. Какие еще предсмертные хрипы есть у Зулока нынче? Нынче, по-моему, Зулок играет всем таким более одноразовым. То есть, если раньше там у него были яичишки, паучишки, это все могло вызываться предсмертными хрипами, чтобы потом активировать. Сейчас-то он играет, наверное, только Кристианином, да? Ну, что-то, наверное, забыл опять же, да? Ну, допустим, Кристианин, ну хорошо, плюс еще 2 карты. Даже там, если каждая по 2 копии, то примерно 6 Дезратлов играется в деке Зулока. В Хендлоке тоже не очень. Я пока не понял, куда эту карту можно пристроить. Да и сам по себе этот эффект, да, скажем, довольно фиговенький, да? То, что 1-2 урона уезжает по столу, причем по-своему тоже, по всем, кроме демонов. Точнее, демонов не убивает, но коцает, но не добивает. Само по себе 7-5 за 9 это мало, но, откровенно сказать, слабенькая карта. Я пока, честно говоря, просто не вижу ее применения, вот, наверное, что. Поэтому, наверное, оценочка, ну... Да, блин, наверное, оценка 5 не выше, даже, наверное, ниже оценка 4. 4. Павший ритуалист Коды. Боже, это... это Кодо? Ладно, не будем придираться. 3 маны 2-2. Божественный щит воодушевление. Вы раскапываете карту ритуала. Не Кодо, а Додо. Всего есть 11 ритуалов. 11 ритуалов? Мы надолго на этой карте, если автор их указал. А автор, наверное, их указал. 11 ритуалов. Сразу, эта карта не получится высокой оценки, потому что раскопать нужный оригинал фиг получится. Пробую смотреть. Заменяет все ваши карты в существенную карту Безликий Манипулятор. Ерунда. Вызывание клеток. Вы раскапываете одно заклинание и одно существо класса друида. Призываете на вашу сторону. На вашу и на сторону противника. 1-3 древняя. 1-2 способность провокации. По два существа мы займем на сторону. На вашу и на сторону противника. Превращает все карты в случайных Мурлоков. Раскапываете два заклинания класса Чернокнижник. Все ваши заклинания в руке стоят на 2 маны меньше. Перегрузка 5. Стоп, это уже не ритуал, да? А, вот еще. Вносит выбранный урон существу противника. Урон равный суммарно так и всех ваших существ, которые не атаковали на ходу. Если это не бьет существо, вы замешиваете его себе в колонну. Превращает выбранное ваше существо, которое не есть зверем. Зверя в той же стоимости, он получает способность рывок. Выкладываете в руку случайного древнего бога. Существо получает плюс 2, плюс 2. Если существо не убивает другое существо, в течение вашего хода, то в конце хода атакует вас. Верите, если выкладываете в руку копию активного вашего оружия, но с характеристиками 1.1. Или раскапываете случайное оружие. Выкладываете в руку все легендарные карты из Лиги Следователей. Уничтожает ваше существо, станет больше атакой, но не меньше 4. И выкладываете в руку 2 разных случайных ритуала. Офигеть просто! Так. Я сейчас не буду про каждый ритуал внимательно рассматривать и как-то к нему присматриваться. Но давайте сразу откровенно. Мы увидели ритуалы, которые шикарны. Мы увидели ритуалы, которые прям пипец какие-то сильные. Мы увидели ритуалы, которые бесполезны для некоторых классов. Какой мы копаем, не знаю. Скорее всего, пока это существо живо, мы раскопаем, ну, один, ну, может быть, два ритуала максимум. Какие это будут нужные или ненужные ритуалы, пока сказать тяжело. Да, мы нашли среди них прям шикарные, по примеру, там, три легендарки себе в руку засумонь, да? Или сколько? Четыре, да? Четыре. Легендарки себе в руку засумонь. Для каких-то контрольных было бы прикольно очень. До, допустим, какого-то... Сделать копию своего оружия, которое при сту, например, ну, еще половине других классов совсем не надо. Так что, вот это, все ваши карты существ на карты безделькие манипуляторы. А кого манипулировать тогда? То есть, опять же, зачем? Я понимаю, что это, получается, походу, какая-то фан-легендарочка, что ли, но... Тогда нужно было делать совсем все фан-карты, потому что некоторые фан-карты, а некоторые далеко не фан, и весьма сильные и игрались бы. Но так как шанс 1 к 11 вытащить примерно, нужный нам ритуал, ну, может быть, 2 к 11, все равно довольно мал. Считай того, что ритуалы могут повторяться. Поэтому, опять же, автор, молодец за работу, но на этот раз, молодцом, наверное, только я ограничусь снова, потому что... Ну, блин, серьезно? Один из ритуалов... Ты молодец, ты очень глобальную работу проделал, но... Прям вот... Киберспорт страшный. То есть, некоторые ненавидят, когда у него у ханта призывается не тот питомец, а их всего 3 может призываться, да? То тут нужно вытащить будет нужный из 11. Вот, я думаю, ты понял. Я не буду каждый ритуал рассматривать в отдельности, потому что это все составляющие этой карты, и я просто дам оценочку, наверное. Опять же, за работу я поставлю 7. Выше-выше точно не дам. Ну и молодец за такую глобальную работу, конечно, молодец. Ребят, если кто хочет, сами потом поставьте оценки каждому ритуалу, если у вас есть желание. Я просто это очень много времени потрачу на это все, если начну все рассматривать. Поехали дальше. Лур Анор. Три маны, два, три. Легендарочка, выберите эффект. Выкладывайте в руку карту Звездопад или три карты Лунный Огонь. Маллигос, друид, тебе очень сильно благодарен. Карта Звездопад. Ну, как получается, мы играем существо с минус двумя статами, то есть идеал это статы 3-4 для третьего дропа. Да, мы играем 2-3, что послабее немножко, но мы замешиваем себе АОЕшку. Ну, неплохо. Ну, либо опять же, да, похож немножко на Маллигоса, да. Дракончик. Скорее всего, для него он и был придуман, потому что под Маллигосом, собственно, эти Лунные Огни будут бить. 3, 1, плюс 6, 7, умножить на 3, 21 урона просто с этого Дракончика, грубо говоря. Ну, плюс Маллигоса. Плюс у тебя еще могут твои два Лунных Огня, это вообще 7 на 5. 35 урона Слунных Огней. Ну, такая забавная темпокарта под Маллигоса, ну и няшная аватарка. Ну, оценочку 6 получает. Озорная певица. Нет, я вижу, что написано Озерная. Пять Маны. Каждый раз, когда существо восстанавливает полностью свое здоровье... Я думал, автор хотел написать полный запас здоровья, да? Другие ваши существа, просто плюс 1, плюс 1. 4, 4 написал автор. Так, то есть... Папапапам. Пять Маны, 4, 4. Нужно, чтобы она покоцалась и похилялась. Вы знаете что? Я не вижу смысла подобной махинации. Тогда, по-моему, проще... Проще помощник Муклы. Он реально проще. Вот да, он как раз-таки 4, 3, но ему не надо коцаться. То есть, здесь мы должны, во-первых, раз ее поставить. 2, мы должны ее покоцать. 3, мы должны ее похилять. Не важно, как это может быть циркуль, это может быть обилка, это может быть существо. Не важно, но мы должны сначала поставить, покоцать, похилять. И только после этого, ко всей комбинации, она бафит наших существ. По-моему, очень дорого. Очень дорого, тяжело реализуемо. По-моему, тогда тот же помощник Муклы смотрится проще. Но хотя бы 7-й ход, но 7-й ход стабильно. Существо, обилка, все бафнулись. Не нужно ни коцать, не нужно ни смотреть, куда обилку применять. Поставил, обилка работает. Поэтому в этой карте я сильного смысла не вижу. Я понимаю, что как-то в теории там можно закомбить по типу... Там, поставил пироманта, потом поставил ее, какой-нибудь там щит, циркуль, щит, циркуль, всех пробафала, пробафала. Но это все равно, она только когда сама вылечивается, ведь дает баф. Поэтому, ну максимум, ну раз, ну два, ну три. Ну, чтобы бафнуть, в случае, сейчас три раза за ход, это такой киберспорт надо проявить, что... Ой-ой-ой. Не, откровенно слабая карта, оценочка... Оценочка 3, откровенно слабая карта. Так, это ритуалы, это ритуалы. Вот, например, тоже древний бог. Ну, опять же, 10 маны для того, чтобы какого-то себе там... Сначала бога, а потом еще разыграть. Опять же, дорого, да, но там... Где-то было вот с лигой следователей, вот это, вот это жесткое очень. Я поэтому не стал рассматривать, потому что очень много времени убью. 10 маны, 7-7. А я выключу, уничтожает всех демонов на поле боя. Присмертный хрип экипирует вас серебряным клинком. Серебряный это 4-2 же, правильно я помню? По-моему, да. Серебряный клинок это 4-2. Автор написал 8 маны, поправился. Ну, даже за 8 маны уничтожает всех демонов на поле боя. Ну, понятно, да, что демоны мы знаем только у одного класса, да. Не считая девочки 1-5, которая демонов суммонит всем. Но она только на арене гостя, да. Так что ради... Ради чисто хорошей драки с Варлоком, вряд ли кто-то бы использовал эту карту. Несмотря на халявное одевание после этого клинка 4-2, это не аргумент. Далеко не аргумент. Я думаю, понятно, да, что карта, которая только против одного класса работает. Не играет. Например, тоже кизаночки работала против трех классов. Все равно не играла. Оценка 3, идем дальше. Техник тестер. 4 маны, 3-4, кстати, очень шикарная аватарка, мне нравится. Каждый раз, когда на поле боя призывается механизм, кладет вам в руку запасную деталь. Кстати, что-то, похоже, я, по-моему, видел. Ну, давно уже, конечно, ладно, поэтому не будем. То есть, 4 маны, 3-4 отстает на 2 стата от идеала, то есть от Йети, от 4-5 отстает на 2 стата. Но при этом, если комбить его дальше с механизмами, мы будем себе штамповать детальки. Ну, такая средненькая карта, среднего вэлью, скажем так. Довольно милашно. Не круто, но как бы и не слабо. Очень-очень-очень ситуативно. Опять же, нынче, как мы знаем, механизмы кончились почти все. Поэтому нынче не очень актуально, но ладно. Ну, я думаю, оценочка 6. Ситуативно, но 6. Маносжигающее проклятие. Сжигаю всю ману обоим героям, оставляю только одну единицу маны. Навсегда. Дальше нужно опять ману с каждым входом набирать. Автор в рифму начал тут писать. И поэтому буду так читать. Так. Собственно, что я могу сказать? Мечта хендлока? Скорее всего. Ну да. То есть... Мечта хендлока, суицид для контроля. Хендлок может себе отлично играть горного. То есть ты ставишь его, а потом играешь ту карту, и у вас снова вроде как по нулю, но карты у него уже много. И он раз горного, два горного. Довольно прикольно. Но я правда не вижу, как бы ее сильно использовали, кроме как в хендлоке. Чисто по фанчику сжечь ману. Но против контрольных дек было бы обалденно. То есть против агрессии вы бы сами, скорее всего, страдали. Потому что против агрессии она быстро выставляется. Карты у него в руках довольно мало. И то, что вы сжигаете им ману, только лучше для них. А вот для контрольных дек, типа Вара, да, где-то у него в руках там сидит Рагнарос, какой-нибудь там... Сильвана, Изера, Аликстраза. И у него там 8 маны. И вот такие, топ, одна мана. Сиди, чувак, еще 7 ходов, жди пока разыграешь легендарку. Это, конечно, сильно. Но, по-моему, более нигде. Поэтому давайте мы дадим оценочку... Ну, наверное, по моностоимости мы дадим 4-очку. Выше не дам. Кстати, хочу заметить, что у автора... Это вот мы сейчас смотрим всего одного автора, а у автора... Классно подобраны аватарки. Пепельное проклятие. Три маны. Все существа на поле боя. В конце каждого хода теряют минус... А, теряют 1-1. То есть, это, так полагаю, вообще эффект на постоянку. Прям вообще-вообще навсегда. Хм. Хм. Так, ну, из актуального. Тебе очень сильно благодарен Берсерк Вара. Опять же, теряют. Интересно, а теряют считают, что... Что наносится урон? Наверное, нет, потому что написано не так. То есть, давайте по техну судить. То есть, если было бы написано, что получают... Один урон, это было бы одно. Да, тут именно теряют. То есть, теряют не равно дэмэдж. Просто теряют. То есть... 1-3. Служитель Бори не бафается. Берсерк не бафается. Ну, в общем, это никто не бафается, да. Но при этом, как бы... И наши существа тоже. Для какого-то Малигос... Малигос Варлока была бы очень прикольная карта. Вы как бы кидаете одну, кидаете другую. Оппонент вроде как выставился, у него... Пф-пф, карты сдулись. Он снова выставился, у него... Пф-пф, карты сдулись. Ну, на самом деле, забавно, забавно. Мне кажется, поднимечка сильновато, но... Скорее всего, играл бы только, наверное, в одном архетипе, но максимум в двух. Но идея классная. Идея опять же классная, оценочка 7. Проклятие темных сил. 4 маны. Все ваши существа получат плюс 3, плюс 3. Они умирают в конце вашего хода. А-ля одноразовый Блуд Ласт на одну ману подешевле. Но плата за это их жизнь. Ну, как бы это чисто летарить. Ну, собственно, дали Блуд Ласт Зулоку. По-моему, страшный сон, да? Да. Зулок такой товарищ, который умеет наплодить на стол всяких мерзавцев, по принципу Тентакли нынче. И вот с подобной карты это будет очень страшная штука. То есть, если мы раньше против друида мы могли бороться с тем, что он не сильно может наплодить стол, и у него нет сильных ремовалов, то у Варлока эта штука и есть. И не дать ему захватить стол, ну, Варлоку тяжеловато не дать захватить стол. Кучу мелочей, потом дать сверху эту штуку, пройтись в лицо, даже если не насмерть, то очень, но больно. Очень сильно, очень сильно. Вот именно даруя такую карту Варлока, это становится очень-очень сильно. Я даже, ну, я думаю, 7 или 8. Наверное, 7. Оценка 7, конечно. Так, библиотека Дома Проклятых. 7 маны, 9, 6. Боевой ключ, вы кладете в руку 3 Древних Проклятия. Не те, что Древние Тени. Так, а что за Древние Проклятия? Автор указал, что это не те карты, не те, что от Древних Тени, а ВТФ Древние Проклятия тогда. Я просто не в курсе, а обычно в таком случае делают дальше карту, как ты сделал, с ритуалами. А тут я просто не знаю, что за Древние Проклятия, поэтому давайте эту карту я тоже пропущу, потому что я не знаю, как оценить, возможно, Древние Проклятия какая-то имба, и карта сам по себе сильная. А пока что смотрится она довольно слабенько, да? Хотя 7 маны, 9, 6, но как бы такая порка по лицу, аля Чудовище. Кстати, да, аля Чудовище только без... Нет, Чудовище дешевле. Чудовище дешевле. Ну, собственно, пока я не знаю, что такое Древние Проклятия, оценивать эту карту нет никакого смысла. А, Сгалор. Это, наверное, кто-то уже из истории Варкрафта. В конце вашего хода вы получаете монетку. Ой, не-не-не-не-не. Не-не-не. Я говорил, что монетки для Роги это шикарная вещь, но это, ну, как сказать, нужно немножко фильтровать речь не к 9-му ходу, дружище, не к 9-му. То есть монетки хорошо на 1-й, на 2-й, на 3-й, ну, там, на 4-й, на 5-й, возможно, на 6-й, но если не как-то получается пассивно, то есть не теряя при этом ничего. То есть почему Роги любит мужика 5-4? Потому что он сам 5-4 за 4, в принципе, неплохо. А еще и монетка на халяву. То есть тут мы, во-первых, даже от минимальных статов мы теряем 5, то есть 9-9 за 9 это были бы минимальные статы, но это легендарка. Девятимановая легендарка должна делать что-то прямо, ну, явно не получение монетки. То есть сравнить, да, вот ее, например, и Зеру. Ее и Аликстразу. Ну, а это я тебе сейчас общее называю, а есть еще классовые, а это классовое, понятно, в общем, да, что карта очень слабенькая, оценка 4. Это, если не ошибаюсь, это часовщик из Крэша, Крэш Баша, где можно на двоих проходить. Все способности, которые должны работать в начале хода, срабатывают в конце хода, то есть что в конце хода, в его начале. Какие эффекты есть, которые прямо в конце вашего хода? Баф к Туну, например, в конце вашего хода, и Зеру дать карту в конце вашего хода, будет в начале. Рагнарос будет в начале хода стрелять. Барон Гидо в начале будет в ходе ауешить. Ну, вот, кстати, Kill to Z не очень хороший вариант, потому что он будет в начале вашего хода воскрешать. Такие еще карты. В общем, наверняка какие-то забыл. Более чем вероятно, что какие-то забыл. Ну, под что-то закомбить может быть. Опять же, мне очень нравится идея. Вообще, у этого автора очень много хороших идей. За идейку автор получит. А знаете что? Мне нравится идея. Оценка 9. Вот так вот. Мне нравится идея. Реально, такие вещи, которые никто не был. То есть, столько времени, столько карты Blizzard, да? Мы уже подходим к 2000-й карте. И подобной идеи не было. Даже примерной подобной идеи не было. Поэтому, я думаю, автор достойный. Этого оценка 9. Все существа получат способность со 100% вероятностью, написал автор, со 100% вероятностью атаковать не того персонажа. Причем, не написано, что это на один ход. То есть, это навсегда. То есть, мы езаем ее, и у нас вечный удар не туда. Но, как правило, вечный удар не туда контролировать можно. То есть, там, грубо говоря, начинают двух существ. Просто целься в другое существо. Я пока не вижу, как бы ее применяли. Допустим, да. Вариант обхода стенки. То есть, есть, допустим, у вас какая-нибудь стенка, типа... Да, даже нового, допустим, Сагота, да. Легендарки Сагот. И он стоит на столе, вы дойдете в эту штуку, и игнорируете Саготой, нажимаете на него в атаку, и идете все в лицо сейчас. Понятно, что потом он выставляет другие существа, и вы уже не так метко ходите. Но, в принципе... Ну, забавно, не более того. Не вижу пока наглядного применения, опять же. Но идейка симпатичная, но... Оценка 5, не выше. Краколиск тенет кач. Слушайте, если не ошибаюсь, краколиск, это вроде бы должен быть... Крокодил. Это крокодил? Ладно, не суть. Опять маны, 4-5. Стоит 0 маны, если вы в облике тьмы. Окей. Ваша сила героя также наносит 1 урон на случайном персонажу противника. В улучшенном облике тьмы. Так, то есть, в улучшенном облике тьмы сила героя уносит 1 единицу урон в членом другом персонажу противника. То есть, мы... Если мы улучшаемся дважды... То есть, автор просто подписал до нижней строчки, что это как бы нужно в улучшенном облике. То есть, мы стреляем в улучшенном облике и так, на 3 стреляем, и еще 1 куда-нибудь. То есть, как бы, так это... На сдачу. То есть, мы стреляем на 3 вот сюда, и на 1 куда-нибудь туда еще. Ну, для Шэдоу Преста идейка забавная, конечно. 4-5 на халяву в Шэдоу Престе. Идея симпатичная. Ну, по поводу улучшенного облика, чаще всего она не будет играться, потому что 2 облика очень тяжело разыграть. Само по себе, идея 4-5 для Шэдоу Преста, ну, не более того, чаще всего, скорее всего. То есть, 0 маны, 4-5. На окей. Оценка 5. Эфериальская мощь. Эфериальская мощь. Если я шевать правильно, эфериальская. Ну, ладно, неважно. 4 маны выбранных существов получают плюс 2 уроны заклинания и предсмертный хрип. Остальные ваши существа получают плюс 1 уроны заклинания. Воу. Так, 4 маны плюс 2 СПД. Ну, может быть. А по поводу предсмертного хрипа я не понимаю. То есть, у нас мы дали существу плюс 2 СПД. Чтобы стало эффективнее, нам нужно умереть так, чтобы помимо этого существа на столе стояло еще 3 существа. Чтобы сохранить текущее СПД. Ну, я пока не вижу применения этой карты. То есть, у мага, что... Ну, в теории, конечно, можно придумать как-то, чтобы там... Мы что-то поставили, что-то бафнули. Это что-то выжило. Мы заплодили стол, сходили в атаку. Все у нас... Все с СПД. И мы такие... Ха-ха! И сейчас стрелы на 800. Ну, конечно, забавно. Но пока реального применения этой карты, никто тебе толком не позволит ее сделать. Поэтому... Ну, такое. Мне что-то она не очень нравится. Оценочка 4. Призыв Архидемона. Уничтожать выбранного вашего демона. Призывая случайного демона, который стоит на 3 маны дороже. Вы сбрасываете случайную карту с колоды. А-а-а. Так, давайте подумаем, давайте подумаем. Вы жертвуете демоном со стола сейчас. Ну, допустим. Хорошо, жертвуете демоном со стола. И получаете демона на 3 маны дороже. Плата за это. 4 маны. И... Карта с колоды. Напоминает... Знаете, что напоминает? Напоминает портал. Ну, примерно. То есть, получается, мы там тоже жертвуем картой. А-ля портал. И получаем что-то дешевле. Вот это как бы тоже вклад в будущее. Допустим, третий ход мы ставим какого-нибудь... Главаря банды балбесов, да? И на четвертый ход после атаки главарем мы получаем себе... Шестого дропа демона. Это, по-моему... Так, нет. Мужик 6-8. Это, по-моему, седьмой дроп. Шестой дроп демон. Шестой дроп демон. Я вот не помню этот. Который с воодушевлением убивает свое существо и существо оппонента. Это, по-моему... Ну, не важно. В общем, шестой дроп демон. Я думаю, идея понятна, да? То есть, а демоны подороже нынче играются? Давайте подумаем. Ну, 5-7, да, мужик играется. Но он сбрасывает карты. И нынче без сброса карты мы его никак не сыграем. На коня можно применить конь 4 демона. И мы получим седьмой дроп с него. При этом конь еще выживет. Ну, я думаю, потестить бы ее явно. Опять же, Дика очень симпатична. Оценочка 8. Ульрик Мстящий. Каждый раз, когда герой или ваше существо получают повреждения, наносят три повреждения случайному персонажу противника. Когда получает демэдж либо герой, либо существо, ауешет, ой, стреляет куда-то, либо на три. Я понимаю, по какому принципу сделана эта карта. Карта сделана по принципу двух сестриц. Фьолы, погибели света и погибели тьмы. Но, блин, по-моему, это что-то перебор, да? То есть поставить, грубо говоря, там 5 существ. Паладин там может поставить 5 существ. Изи поставить 5 существ. Ну, не изи, но может. После чего поставь... Следующий ход этого парня. Идешь в атаку паладинчиком. Паладинчиком умер. Умер равно нанесен, получен урон. Атаке на 3. Следующий пошел. Умер, нанес урон. Атаке на 3. Какая-нибудь комбас, типа, с новым призывом. Боит опять паладинчиков. Следующий ход ставим. Ульрика. Паладинами в атаку. Пираманта. И какой-нибудь... Да любой спелл. Паладинчиков все ауешатся. И просто Ульрик, как из пулемета, садит... По 3 урона. Миллион раз. Нет, по-моему, это... Перебор. Надо хотя бы тут либо 1 урона, либо, может быть, 2, но дороже ману. А то он идеальная тройка с имбовищем эффектом. Тут надо что-то делать. Причем, не даже когда умирает существо. То есть, надо вроде как мстить нужно за смерть, да? А просто, когда коцается. В общем, понятно, что... Карта Че-Ре-Чур сильно. Очень сильно. По моностоимость. Оценка 3. Демонический конь. 2 маны, 2, 3. Вначале вашего хода... Кстати, автор почему-то использует уже. Есть имеющиеся арты. Ну, ладно. Вашего хода носит 2 повреждения сначала персонажа противника. Ну, это, собственно, разрушитель. Который сейчас имеется в игре. Только разрушитель, он немножко проиграет по статам. То есть, он за 3 маны 1,4. То есть, он отстает от идеальных статов на 2. А это за 2 маны 2,3. Что, в принципе, статы для двойки хорошие. При этом с той же копией обилки. Я понимаю, что он классовая карта, но, по-моему, это немножко жирненько. То есть, он и не теряет статов, и хорошая обилка. Причем, реально очень хорошая. То есть, даже будет просто выстрел на 2. То есть, это просто был прокачанный жонглер, да? А этот в начале каждого хода бьет, ну, либо персонажа, либо лицу. По-моему, очень сильно. Нет, очень сильная. Оценочка тоже 3. Ну, 4 хорошо этой карты. Так. Как тебе сказать, вы знаешь? Загляни в карты разбойника, я думаю, вы что-то общее найдете. Да, 5 минут 3 карты и так, в принципе, хороший забор. Тут еще и на одну ману меньше за каждую сыгранную карту вами в этом ходу. То есть, какая-то... Какая-то Миракл разбойница тебе очень сильно благодарна. Там, монетка, бэкстап, подготовка, что-то там еще, что-то еще, что-то еще, что-то еще. За 0 маны. Хоп! Светка 2 на 1. Поехали по новой. Ать, ать, ать. Оценка 4. 3 маны 0.1. У предсмертный хрипт вносит 3 повреждения случайно к персонажу противника в начале вашего хода. Вносит 3 повреждения случайно к персонажу противника. Ну, а этот слишком слабый. Да, у него... Ну, такой забавненький предсмертный хрипт, типа, выстрел на 3 в рандом существо, да? В начале хода тоже интересный эффект. 3 встречает на существо, но при этом сам по себе он 0.1, это маг пингом. Как-то у тебя вот карты, так сказать, из крайности в крайность. Одни очень сильные, а другие вообще никакие. Собсоценка 3. Ха, предложение новой механики, вдохновение. Правда, в идеале сначала нужно описывать эту карту. Ну, либо это единственная карта, либо вначале нужно описывать как-то, что есть вдохновение. Я вижу, что написал, но вообще, как бы, отдельной картой лучше бы такое делать. Ну, ладно. 3 маны 24, вдохновение плюс 1, это урон от способностей ваших... То есть, только урон, правильно понимаю? То есть, отхилл при 100 не увеличивается. Опять же, то есть, варлок, думаю, тебе не очень благодарен. Потому что у него дэмэдж, кто не в курсе, увеличивается. То есть, если варлок получает падшего героя, который... Маговский пинг, который увеличивает на плюс 1, то варлок начинает тоже получать по 3 дэмэджа за взятие карты, если он откуда-то получает его. То есть, для мага, для ханта... А для кого еще? А, ну, окей, для друида. Разбойник, я не знаю, будет ли пушку лучше надевать. Варлок не очень рад, паладин непонятно. Воин непонятно, потому что это не урон, это броня. Прист не получает, скорее всего. Ну, такая, в принципе, сбавная. 3 муны, 2,4, не самые плохие статы. Ну, за идейку неплохо, 7. Осу старейший. Сейчас, опять, вдохновение плюс 1. Опять же, это обилки улучшает, предотвращает все небоевые повреждения. Это как? Все небоевые себе? Все небоевые вообще? Все небоевые и по тебе, и по врагу? 4 муны, 4,4, серия приемов, все другие существа, плюс 2, плюс 2. Не может быть цель заклинания и сила героя. Начнем с того, что это серия приемов, данная общей карте, а не разбойнику. То есть, например, какого-то зулока на третий ход с монетки, поставив его, бафнув 3-4 существа, оппонент автоконсид будет делать сразу. Оценка 3. Оценка 3. А что поменялось? Ну, дракон есть в игре, в курсе, спасибо. Однекрылая воительница. Водушление наносит 3 единицы. 7 существам противника. То есть, это встроенный... Нет, не хелфаер, хелфаер не подходит. Что у нас на 3 бьет по врагу? А не по себе. Ну, короче, надо, да, ауешка на 3. Каждым воодушевлением. Я понимаю, что на 9 маны, скорее всего, нужно будет чем-то удешевить, потому что она, скорее всего, не доживет. Но это все равно очень сильно. То есть, мы на халяву за 2 маны каждый ход получаем ауе на 3 по столу противника. И это даже не легендарка. Оценка 4. Небесный командир. 7 маны, 5-5. В конце вашего хода призывает небесную мстительницу. 3 маны, 3-1. Так, тут что? То есть, мы ставим сразу его. За 7 маны мы получаем 5-5 и 3-1. То есть, 7 маны, это 8-6 за 7. И если выживает, то еще 3-1, еще 3-1, еще 3-1. Ну, такая посредственная, ну такая. Средничок карта. Твердая-твердая шестерочка, я думаю, да. Твердая-твердая шестерочка. Так, на этом, я думаю, мы сейчас остановимся, ребята. Карта 2010, ребята. Мы уже прошли 2000 карт. Обалдеть, карты штампуются с бешеной скоростью. Ладненько, ребят. Я наверняка где-то что-то снова накосипорил. Что-то где-то неправильно прочитал. Пишите, я все прочитаю, ребят. Также, не забываем, большие пальцы кверху. Посмотрим, сколько наберется. Просмотров много, что-то лайков мало, нехорошо. Давайте исправлять. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Блазя. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok